Многодетные родители пришли на встречу с главой администрации Андреем Шохиным не только чаю попить. Татьяна Бахачулу попросила исправить небольшую, но очень важную формальность. Когда ребенок становится уже как-то за 18-летие, семья тоже не считается многодетной. Мы с ребенком есть, а получается, что мы с ребенком не многодетной. Для семьи, которая воспитывает трех детей, это очень важно. Ведь после утраты статуса многодетной родители не могут рассчитывать на льготную оплату счетов за коммуналку. Андрей Шохин обещал рассмотреть возможность решения этой проблемы. Также Татьяна озвучила еще одну общую для многих проблему. Ее семья не может претендовать на землю. Муж прописан в квартире своей матери, и поэтому на очередь их не ставят. Получается, что эти две квартиры нам считают, что мы живем все на 15 квадратных метрах на каждого человека, а положено, по-моему, 12. Поэтому земля нам не полагается. Кому в получении участков не отказано, все равно волнуются. Многодетные родители ничего не знают про то, на каком месте они стоят в очереди. Можно сделать так, что конкретно знать очередь. Потому что в неизвестности находиться тоже не очень интересно. Глава администрации взял этот вопрос под личный контроль и пообещал, что очередность можно будет узнать в том числе и по интернету. Мэрия также готова рассмотреть возможность создания льготной ипотеки для многодетных семей. Оживленную дискуссию вызвало предложение организовать льготный проезд в общественном транспорте для многодетных. За выступили все родители. Также главу администрации попросили не лишать школьников выплат на проезд во время летних каникул. Все, что зависит от муниципалитета, конечно, мы, я думаю, в состоянии решить. И по проездным билетам здесь надо посмотреть. Это, конечно, понятно, что это определенные затратные части бюджета, но все это, ну, деньги нельзя деньгами мерить. У Ларисы Гращенкова девять детей. Младшему всего шесть месяцев. У женщины много претензий к государству. Ей непонятно, почему она находит деньги на обеспечение детей только после того, как они попадают в детские дома. Впрочем, любые невзгоды ее большая семья переносит с терпением и любовью друг к другу. И когда дети тебе пишут поздравления с любимым праздником, там мама, папа, любимые, то это решает все. Сегодня Андрею Шухину преподнесли неожиданный подарок. Отец десятерых детей Григорий Костынка подарил главе администрации города Библию. От чистого сердца и с надеждой, что нужным многодетных родителей всегда будут услышаны мэрии. Ирина Начарова, Ян Захаров, Шестой канал.